Вот, даже что-то сказала инфраструктура. Добрый вечер всем, кто подключился на вебинар. Кто-нибудь там, я не знаю, черкните плюсик, напишите в чате, что звук нормально слышно меня, потому что иначе без обратной связи я не очень четко представляю, насколько все готово. А что такое знаки вопроса? Да, появились вопросы, вопросов быть не должно. Звук видео есть, да, все, спасибо, Андрей. Окей, вижу, да, все, это хорошо. Наверное, да, там есть разные таблички, возможность у вас писать вопрос в раздел вопросы, есть просто чат, наверное, чат не самый удобный для меня, потому что его надо листать, смотреть, а вопрос, когда не появляется, я нажимаю крестик и закрываю, если бы он его ответил. Поэтому всегда вижу, всегда вижу, скажем так, плюсики. Все, спасибо все, все, кто написал, я все вижу. Можно вас тогда тоже отмечу? Да. Спасибо. Так, Алексей Докумович, ладно. Давайте приступать, у нас сегодня по времени очень жесткие рамки, менеджеры всегда молодцы, они так решили, ну что суббота, да, человеку создавать проблемы, поэтому у меня в 6 уже группа начинается вечером. Поэтому вот как написано 6.45, в смысле 17.45, мне надо будет добежать. Ну ладно, я представлюсь, тогда Кораблин Александр, здесь вот немножечко на слайде написано обо мне несколько фраз, работают в этом замечательном центре компьютерного обучения, но самому интересно всегда посмотреть на разные такие интересные сделанные слайды нашими профессионалами. 26 лет. Нет, я не 26 лет работаю, но больше 20, но больше 20. Так, хорошо, о чем у нас сегодня пойдет речь? А речь пойдет вот о, ну может быть, первый слайд, да, посмотреть, видите? Добавили модуль. Была у нас Java 5, потом 7, потом 9, потом 10, в общем, постоянно версия растет, сама платформа увеличивается, и в какой-то из версий, да, у нас появились модули. И возникает вопрос, кому это нужно? Как этим воспользоваться мы с вами можем? Начнем с проблем, наверное, это будет разумно. Что получается? Размер. Размер самой платформы растет от версий к версии. Это хорошо, это плохо. Вы скажете, какие проблемы? У нас сегодня компьютер 64-разрядность, да, операционная система. Да там памяти гигабайтная, да, да. А размер, если посмотреть, ЖРЕ, он сколько? 200 метров. Где-то так, чуть больше. В принципе, не так-то и много для обычного компьютера. Но ведь у нас сегодня есть не только обычный компьютер. У нас есть планшеты, мобильные устройства, где все-таки 200 метров – это уже серьезный размер. Например, сегодня есть архитектуры, которые основаны на микросервисах. И что, каждый микросервис, если он написан на Java, будет тянуть за собой вот этот вот весь объем, всю платформу? Слышали, есть новое направление – Internet of Things, типа «умный дом» и так далее, да? И получается, там действительно много может быть мелких взаимодействующих приложений. И что, каждому 200 мегабайтов ЖРЕ? С другой стороны, возникает тоже закономерный вопрос. Ну, хорошо, согласен, что какому-нибудь там сервису или какой-нибудь там утилите не нужна вся платформа. Это да. Но что нужно ему, этому сервису? Вот вопрос. А как на него ответить? Возьмите любой ЖРА-архив. Что мы о нем знаем? Ну, естественно, до того, как появились модули. Ну, что мы знаем об этом ЖРА-архиве? Ничего. И каким образом понять, какие элементы библиотеки ему нужны для того, чтобы он мог нормально работать? И как про это узнать до того, как мы начнем его инсталлировать, запускать? Потому что худший сценарий, когда он рухнет в процессе работы, да? И это не самый приятный результат. Поэтому вот это проблема. Это действительно большая проблема. Мы о программе ничего... А мы-то, ладно, бог с вами. Виртуальная машина о программе ничего не знает. Вот проблема. Это раз. Это серьезный размер. И то, что мы не знаем, какие модули, какие части из платформы нужны стартующей программе. Это раз. Второй момент. Вы представляете, за сколько? 95-й год, уже больше 20 лет пишется платформа Java. Авторы самой платформы внутри используют же какие-то другие части платформы. Ну, как и мы, наверное, да? И все, естественно, используют. Было бы смешно, если бы этого они там не делали. И что тогда получается у них? А тоже вот я представляю так себе, да? Я использую оттуда, кто-то использует мой программный, часть какой-нибудь там. Кто-то оттуда берет, кто-то отсюда берет. И что возникает? И что там возникает в течение, там, если 10-20 лет в таком стиле мы продолжаем работать и накапливать количество библиотек? Совершенно непредсказуемы внутренние взаимодействия и связи. Если где-то кто-то поменяет код у себя в платформе один из авторов, да, то могут пострадать и другие. Представьте, как это будет каскадно. Вам придется переписывать, гору вносить изменения и так далее. Причем заранее неизвестно, что я здесь поменяю, а кто этот функционал задействует? Непонятно. И может пострадать совершенно кто-то. А мы же не говорим про пользователей платформы. Там-то точно это может все выйти боком. Потому что представьте себе ситуацию. Как я могу, если я являюсь одним из авторов платформы, пользоваться какими-то написанными на этой же платформе классами? Ну, естественно, им должны быть папы, правильно? Как и дальше? Не, ну там есть, конечно, пэккеджи, внутри пэккеджи, это мы все знаем. Но давайте будем считать, что мы, скажем так, достаточно делаем гранулированную библиотеку, поэтому пишем в разных пакетах для изоляции имен и так далее. Поэтому чаще всего для того, чтобы я мог какую-то внешнюю библиотеку использовать с той же платформы, мне нужно, чтобы она была открыта для доступа. А значит открыта для всеобщего доступа. А вот это уже проблема еще одна. Это значит и пользователи внешне могут задействовать этот какой-то функционал, даже если он не задокументированный. Ведь народ, и не только у нас, и везде, он кропотливо разбирается, смотрит, читает. В конце концов, есть возможность рефакторить, восстановить джава-код по байт-коду и так далее, декомпиляция существует. Поэтому можно разобраться, можно найти какие-то очень интересные, очень низкоуровневые штучки, которые не задокументированы, потом начать ими пользоваться в своем софте. Это делается до восьмерки, делалось точно постоянно. И опять это приводит к той проблеме, что ребята скажут, ну так, вот этот функционал мы убираем, и представьте, во всем мире ложится сон. Вот это вообще замечательно. Я не буду это показывать, на конференциях мне понравилось, вот когда появилась, когда была презентована эта восьмерка, и были, естественно, прекрасные ролики с конференции. Мне вот понравился вот этот третий пункт, размер класс-пасс. Представьте себе, на экране компьютера открывают в блокноте класс-пасс, вот тот, который, имя было написано для того, чтобы собрать, ну нет, если класс-пасс же для виртуальной машины пишется, чтобы виртуальная машина могла загрузить все необходимые модули с учетом версии, их у него расположения. Так вот этот класс-пасс занимает в блокноте весь экран. Как с ним работать, с таким класс-пасс? Даже авторы уже жаловались на то, что в Википедии появился термин «Jar Hell». Вот как «Delay Hell» у нас было, а теперь уже есть «Jar Hell», потому что разобраться со всей версионностью просто получается в больших проектах, но это уже отдельная работа. И вот это все привело к тому, что ребята сказали, так, хорошо, наверное, они в семерку уже сказали, работа это не быстрая, скажем, давайте мы введем порядок. Вот, давайте. И что они предложили? Они предложили, чтобы каждая программа, когда она пишется, внутри себя документировала, от каких модулей она зависит. А для того, чтобы мы вот эту зависимость, которую должны были указать, не пришлось как-то там, понимаете, на очень низком уровне работать, то есть говорить, вот этот мне нужен класс, вот этот нужен класс. И как-то это надо укрупнить было, да, все-таки классов очень много. Поэтому в плане вот элемента, на который мы могли бы сослаться и сказать, вот это мне нужно, решили даже взять нечто большее, чем пакет, чем пэкедж. Именно взяли вот это то, что называется модуль. Я не буду это рисовать, хотя, ну что тут прямо здесь нарисую. То есть у нас есть отдельные классы, классы упаковываются в пэкеджи, как мы привыкли, от этого ничего не изменилось. У вас может быть еще куча классов в вашей библиотеке, которые в своем пэкедже. А вот это все кладется внутрь, так, где у нас тут красненький, вот он. Это все кладется внутрь модуля. И некий такой контейнер, более масштабный, чем все, что у нас было до этого. Вот такая, скажем, простецкая идея. Поэтому, нет, понятно, что в модуле может быть один пэкедж с одним классом, но это выглядит как-то смешно. Ну, поэтому давайте мы к тебе глянем на то, какие, вообще, что это из себя представляет. Так вот визуально было, будет немножко нам понятнее и нагляднее это будет. Итак, куда мы можем посмотреть? Ну, GDK, естественно. GDK, десятый, да, нормально. Какой-нибудь я беру обычно класс простой, там, тип стринг. Так мне больше всего нравится. Вот, G, ага, десятка. Вот она открывается, это электронная версия библиотеки. И вот, смотрите, сразу здесь мы видим, да, пожалуйста, вот он, модуль. Влево, верхний модуль. Ну, я беру какой-нибудь, говорю, о, мне интересует модуль Desktop. Я говорю, Desktop, интересно, что там такое? Отлично. Вот оно сейчас переключилось, и обратите внимание, модуль Desktop. Вот он, какие себя включает, к сожалению, здесь какой-то интерфейс не двигается. Вот он, видите, себя этот включает модуль. И он себя, что включает? Смотрите, вот они, да, пэкеджи, которые там внутри лежат. Ну, приличное количество. Swing, AVT, кстати, здесь вот эти две известные библиотеки. А вот здесь очень грамотно, да, тут можно навести мышку. И показано, что те, кто создавал модуль Desktop, назвали его Java Desktop, в этих названиях модуля не принято, и к ворнинге выдает компилятор цифры использовать не принято. Поэтому те, кто создавал модуль Desktop, они там у себя сказали, что они зависят от модуля Java XML и от модуля Java, там, какой-то, видите, Data Transfer. Те, в свою очередь, тоже от кого-то зависят. И если мы возьмем вот этот каждый модуль, от которого зависит наша программа, он от чего-то зависит, это может быть построено дерево зависимости. Кстати, мы всегда придем по каждой веточке в Java Base. Java Base – это модуль, в который собран функционал, нужный любой стартующей программе. Ну, понятно, мы же пользуемся Object, String и там по списку обертки и так далее, и так далее, и так далее. Это все сводится к Java Base. Кстати, когда вы пишете свою программу, вы не должны писать явно, что я использую Java Base. Это и так понятно, это автоматически будет подставлено. Ну, вот получается, давайте проверим это. Модульная система, новый контейнер появился. Давайте глянем на это глазами. Вот у меня установлена JDK 10. Открываю. Вот они модули, пожалуйста. Вот эти самые, ну, там свое расширение, GMOD, это не важно. Вот они модули в десятке были установлены. Где-то здесь должен быть Java, Desktop, Java Base. Вот Base я нашел. Вот он, Desktop есть и так далее. Давайте глянем, например, еще вот на что. От JAR-архивов тоже никуда мы, скажем так, они не делись. Можно и JAR-архивы делать. Вот на десятке у нас есть и вариант каких-нибудь JAR-архивов. Но если этот JAR-архив был откомпилирован в десятке, то, скажем так, да, новый, ну, начиная с восьмерки, новая версия, его можно открыть, например, вот какой-то первый попавшийся мне, там, я не знаю, почему этот я выбираю всегда. Беру его, открываю, смотрю, что там внутри. Обратите внимание, в JAR-архиве тоже есть документация. А дело в том, что эта документация о зависимости, она будет частью вашей программы. А значит, она будет в байт-коде. Она будет, не важно, да, как вы это будете компилировать, она будет. Это будет написан дополнительный файлик со ссылочками, от каких библиотек вы зависите, и он будет потом в архиве, в байт-коде и так далее. Он так и будет называться в любом проекте, модуль инфо. Если его здесь открыть, у этого файла, который мы с вами сейчас выбрали, то вот что здесь получается. Насколько можно из этого прочитать? Он называется модуль Java какой-то там не выговоришь. Он зависит от Base. Но это понятно, все зависят от Base. Он зависит от Desktop. Он зависит от Data Transfer. Вот, пожалуйста. То есть это писать не нужно. Это автоматически подразумевается. Но вот как минимум от двух он зависит. Скажите, а почему не написано, мы видели, что Desktop зависит от другого? А это не наша проблема. Проблема Desktop. И Data Transfer, может быть, ну, мы видели, он только от Base зависит. Но это в любом случае я не обязан указать. Я говорю, моя зависимость вот этот модуль, а его зависимости в нем указаны. Поэтому мне не нужно от Адама писать ей всю цепочку. Только то, непосредственно, что использую я. Вот это, конечно, очень удобно. Что такая документация наконец-то есть. Кстати, не нужно вот так вот мучиться, открывать там какими-то блокнотами. Там, видите, информация достаточно представлена. Это, если большой сложный модуль, у нее будет трудно, вот так вот, как я сейчас нашел в этом блокноте, в этом архиве. Все можно сделать с помощью специальной новой утилиты, которая называется, вот так она называется, G-Depth. G-Depth. Если сюда, понятно, что посмотрите потом, какие у нее параметры присутствуют у этой утилиты. Например, вот я использую ключик Summary, потому что он позволяет только суть. Без внутренних, вот этих, ведь мы же зависим от каких-то модулей. Они, в свою очередь, от каких-то, от каких-то. Там может быть такое дерево выдано. Не, не хочу дерево, хочу только самую верхушку, от кого я завишу. Вот, пожалуйста, здесь после Summary идет, ну, я просто сбросил, и этот самый же G-N-P-L, потому что мы уже знаем, от кого он зависит. Вот, пожалуйста, то, что мы открывали, видели в блокноте, вот оно получается в командной строке. Java Base, DataFrame, Java Desktop. Все, все зависимости всегда есть. Вы скажете, то есть нам теперь придется дополнять на работу, когда мы пишем код? Нет, не придется. Можете не писать модули. Вот у меня установлен NetBeans, это тот, который Apache 9, который работает с 10, там, GDK прекрасно уже все здесь сделано. Можно, как всегда, создавать проекты обычные. Вот, пожалуйста, Java, Java Application. Я не буду делать обычных приложений. Никаких модулей, все пишите, как обычно. Но при компиляции такого проекта будет считаться, что у вас все пэккеджи, которые есть, все классы, которые есть, паблик, они будут автоматически становиться доступным. То есть, как бы для вас по умолчанию создается некий модуль, неявный, это называется модуль по умолчанию, который все паблик-классы делает доступным любым другим вовне. А это будет точно так же, как было и до появления модулей. Если вас это и не устраивает, что вот ваш паблик-класс доступен всем, что вы хотите приватной некой создать внутри своей фирмы API, и чтобы, да, вы внутри могли пользоваться, классы будут паблик, а вовне они не пошли. Вот тогда вам надо воспользоваться Java. Вот он, Modular Project. Java Modular Project. Если мы здесь нажмем Next, здесь удобно сделать, что можно выбирать версию JDK, но я уже сделал такую заготовку, вот нажал кнопочку Finish, а вот он у меня называется Java Modular Project. Поэтому сейчас я нажму Cancel. Вот он абсолютно пустой проект, вообще нет ничего, видите, да, то есть один, ну я даже не знаю, как это назвать, модуль. Один модуль. Хорошо, что там дальше добавлять? Ну, естественно, смотрите, модуль добавлять, потому что это проект, в котором даже имя модуля еще не дано. Поэтому нажав на этом проекте, это и по сути имя проекта первый, скажем так, первое добавление, которое вы можете сделать, обратите внимание, здесь нету классов, пэккеджей, модуль вам предлагают добавить. Ну, хорошо, я называю, когда не знаю, что за предметная область, как попало, называю ABC Mod, ну пусть будет, без номеров, если надо номера. Все, пожалуйста, вот он добавляется. Итак, смотрим, что у меня изменилось в среде. Значит, у меня это Project, это Project, библиотека 10, Classes, Default. Вот он всегда, этот файлик с информацией о зависимостях, называется modul.info.java. И вот он, пожалуйста, содержимый, вы его видите, ну, комментарии, как обычно, хотите, оставляйте, хотите, удаляйте, это ваш выбор. В любом случае, внутрь модуля, да, ее увидите, нельзя добавлять модули, но в проекте я могу сделать два модуля, не буду этим заниматься. В принципе, никакой разницы, еще будет один модуль, в нем опять будет дефолтный пэккедж, именно в дефолтном пэккедже он будет называться modul.info.java. Ну, вот и все, пожалуйста. Это уже, по крайней мере, дает мне возможность управлять. Итак, что здесь еще должно быть? Ну, естественно, разумно было бы, наверное, добавить свой пэккедж, потому что это ихний, дефолтный, я хочу нормально, ни в корне писать. Так, соответственно, теперь new java package, ну, какой-то, да, тестовый проект, мы делаем там какой-то, тестируем новый функционал, пусть пэккедж называется так. Так, я его назвал, а сюда добавляется класс, new java class, как обычно, пэккедж, в нем класс, ну, какие-то утилиты пишу, утилс, какие-то там, не знаю, вычисления, математика, статистика. В принципе, все, пожалуйста, вот у меня будет здесь писаться мой код. Однако, всегда хочется видеть, работает ли это, да. Здесь вот теперь, наверное, есть какая-то возможность сгенерировать класс с функционалом, чтобы там точка входа была. Не знаю, несложно это сделать и руками, поэтому не такой я пока еще большой знаток Apache NetBeans. Ну, вот в этой архитектуре пустой класс, паблик. Что у нас там мы хотели сделать? Статик, мейн, хотели сделать статик, мейн. У меня должны быть параметры, как минимум, массив строк, стринг. Так, что там у нас? Аркс, квадратные скобочки. Ну, и для того, чтобы я просто мог убедиться, что она работает, hello. Так, все, хватит сбаловаться, f6. Спрашивает меня стартовый. Да, hello, вижу, нормально запускается работа. Хорошо, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Я не буду, нет, откомпилировать, конечно, можно, но показывать снова то, что сейчас уже было мной проделано, я не буду. То есть, да, можно открыть, посмотреть jar-архив там и так далее. Можно с помощью gdeps запустить и увидеть, что моя программа, однако, использует только одну единственную javabase-библиотеку. Давайте попробуем использовать что-нибудь другое, да, потому что javabase, я уже сказал, писать не нужно. Ну, например, я говорю, так, стоп, что это, это main, hello, я хочу библиотеку какую-нибудь подключить приличную. Ну, например. А вот я люблю свинок. Я говорю, давайте я создам объект G-Frame. G-Frame пишу, пишу какая-то там GF, ссылки, view, G-Frame. Так, что это за буква? Frame. Создал. Красный чувачок. Нажимаю, как обычно, на лампочку, она мне говорит, давай создадим класс G-Frame. Я говорю, нет, не хочу ничего создавать. Это же из javax, swing, да, там, ну, это же все известно. А нету никаких javax, swing, видите? Поэтому, или там просто java. Вот это то, что подключено. Скажите, откуда это подключено? Почему не все? А потому что это javabase. Он по умолчанию подключен. А никакой вариант javax, swing не будет работать, пока вы не скажете, что он вам нужен. Вот. Вот, видите, да? Без явного указания зависимости ваша программа не откомпилируется. Я могу здесь попытаться до конца написать, если вы думаете, что если я напишу полное имя, то все станет сразу прекрасно. Видите? Ничего не стало прекрасно. Она говорит, нету такого. Может быть, справа еще надо написать. Не вопрос. Она говорит, нету такого. И опять, видите, она уже поняла, что здесь со мной бесполезно разговаривать. Она же не предлагает ничего генерировать, а просто говорит, что все неправильно. Swing is not visible. Вот. И написано. Ага. И подсказочка, это неплохо. IntelSense, это приятно всегда. Модули java desktop. Но, видите, написано. Но ты ее не подключил. Я говорю, так, все понятно. Открываю мой модуль info и пишу. Здесь тоже действует IntelSense. У нас есть совсем немного возможностей внутри вот этого модуля. экспорт. Ну, естественно, да. Мы же... Какой экспорт? Requires. Мы хотим... Нам требуется для работы. Итак, как там они его назвали? Java. Точка. Видите? Модуль имеет свое собственное обозначение. Мы видели в подсказке desktop. Все, одна строчка. И этого достаточно, чтобы, нажав на кнопочку сохранить. И теперь уже сюда, переключившись, вот сюда, нажав на кнопочку сохранить. Опс. Видите? Не сразу, но IntelSense это все понял. И я нажму специально compile, clean and build, чтобы было видно, что она откомпилирована. Все с учетом новой библиотеки. Hello. Наработать. Вот, пожалуйста. Получается достаточно грамотно. И присутствует информация, подкомпилированная в байт-коде. И вы обязаны ее добавлять, иначе программа не собирается. Это правильно. Так. Чему еще это ведет? Какие еще появляются дополнительные возможности? Вот смотрите. Вот смотрите. То, что у нас здесь было на слайде. Размер. Как это помогло решить проблему с размером? Дело в том, что так как теперь мы четко знаем, где кто кому нужен, мы можем откомпилировать нашу программу. Не просто вот как сейчас она у нас. А что у нас сейчас здесь? А сейчас, наверное, если я ничего не менял по умолчанию, все в документах. Нет бинз-проджект. Эх, кто-то тут много трудился. Вот она, дистрибьютер. Посмотрите. Имя вот такое. Модуль.жат. Я уже открывал здесь. Вы видели этот архив. Там будет внутри написано, от кого я завишу. Можно G-Depts попросить. Но вот этот архив, чтобы запустить, не вопрос. Из командной строки можно его стартовать. Это все... Могу даже продемонстрировать, как это делается. Чтобы это запустить, надо находиться в папочке вот в этой, в папочке проекта. В каталоге GIST лежит мой откомпилированный модуль. Из командной строки я набираю Java. Ну, понятно. У меня, естественно, подключено в PASS путь. То есть, минус P – это сокращение для модуля PASS параметра. Минус P – DIST. Я говорю, в папочке DIST лежит все. Минус M – это сокращение для модуля. Какой модуль нужно использовать? Ну, вы видели ABC.mod. Точка мод. Слэшик. Она не знает, какая это там мейн. Кстати, там информации нет о том, какая мейн в архиве. Поэтому надо писать руками. А что у меня там? Тест вроде бы. Точка. Утилс. Утилс. Ага, error. О, как интересно. Это интересно. Сама Java. Да, работает. Может быть, какие-то проблемы. Какие-то проблемы. 10, 2, 3. Набрался я правильно. Тест Утилс. Не знаю. Честно, не знаю. Должна была быть именно такая командная строка. Может быть, это надо было перезапустить. Что у нас? Это уже новая версия. А в той? Мод. Тест Утилс. Тест Утилс. А. Я понял. Я думаю, что вот эта строчка жестковата. Так. Clean End Build. Эта строчка не для того, чтобы запускать. Ну. Че она мне? Error. Одна. Обычно он не находит. Да я. Ну. P. GIST. GIST. Гист. Вот так называется каталог. Вот он, GIST. В нем лежит ABC MOD. Может, надо просто пути не находить, и команды GIST. А. Командную строку я не перевел. Все правильно. Ну, конечно. Надо было либо полное имя, либо каталоги GIST написать. Конечно. Я поленился перебросить сюда командную строку. Команды-то абсолютно правильные. Даже можно было GFRAME не убирать, потому что я же его не запускаю. Просто объект создается. Конечно. Я просто поленился перевести командную строку. Я Java подключил. Пас. Да. Ну, ладно. Это так. Работает? Однако. Однако работает. Но проблема, которую мы пытаемся решить сейчас, это размер. Размер вашего приложения, которое вы собираетесь поставлять вашим клиентам на какие-то микросервисы. Какой у него размер? Ваша программа смешная, там, как копейки. И JRE 200 мегабайтов. Так вот. У нас теперь появилась возможность. Есть специальная утилита. К сожалению, пока только в командной строке. Может быть, со временем она будет частью вот этой инфраструктуры. Она называется G-LINK. И позволяет эта утилита сделать следующее. G-LINK. Вот так правильно. G-LINK. Она позволяет собрать в командной строке вашу собственную версию JRE. Там будет только то, что нужно для запуска вашей конкретной программы. Давайте попробуем. Итак, G-LINK. Ей нужно, естественно, сказать... Она должна будет взять ваши модули. Все модули, от которых вы зависите, и собрать в одно приложение. Так. Ну, допустим, я буду находиться в том же каталоге, куда я перешел Java Mode 1. G-LINK написал. Минус P. Это подключение, вы уже знаете, всех модулей PASS. Это параметр. Но тут их несколько нужно указать. Мне нужны стандартные. Я сделал переменную Java Mode, Java Home, для того, чтобы здесь короткий был путь. Это понимает G-LINK, Java Home. У нас в JDK есть, не буду открывать раздел, по-моему, мы его чуть-чуть видели. G-MODS называется. G-MODS. Там все модули. Точка с запятой в Linux двоеточие. DIST. Моя папочка. Теперь уже не надо писать ничего полного имени. Мы все написали. Так. Это будет подключено. Это пока мало. Здесь параметр с двух начинается минусов. Если они сокращенные версии, то минус P. А так будет минус-минус модули подчеркивания PASS. Ну, это очень длинно. Мы сейчас используем add. А что мы после add пишем? А после add мы пишем, не подчеркиваем, модули-PASS. И после add-modules. Modules. Пробел. И пишу имя модуля своего. И только своего. Так. Mod. Значит, add что сделает? Ну, естественно, она его возьмет. И все зависимости его возьмет. Все. Абсолютно все. И зависимости, зависимости. Все, что нужно, возьмет. Ну, и, конечно, надо дать ей output. Иначе, куда это я положу? Out. Put. Так. Похоже на output. Output. Похоже. Ну, какое-то имя. Там, мое приложение. АПП. А0. Нормально. О. Работает. Ики-пауза. Старается, значит. Так. Смотрим. Что же она там сделала? Вот появилась папочка АПП0. Правой кнопочкой. Свойства. И посмотрите. Значит, это у меня вместе с 70 метров. Это с этим самым, как его. Десктоп модуль. Я подключил. Или отключил его, или подключил. Давайте проверим. Я уже не помню. Итак, смотрим. Здесь у меня. Почему так много? А ну-ка еще раз это перекомпилирую. Clean and build. Должно быть меньше. А. Так она же здесь осталась. Я надо закомментировать. Откуда она знает, пользуешься ты или нет? Это я из кода убрал. А из реквайз я же не убрал. А вот теперь убрал из реквайз. Делаю еще раз компиляцию. Итак. Clean and rebuild. И еще мы можем запустить. Специально сделаю другую папочку. Напишу base. То есть, ну совсем ничего не использую. Не знаю. А, по-моему, даже было заметно, что быстрее разошла работа этой утилиты. Base. Смотрим на base. Ага. 37 мегабайт. Вот, по сути, минимальный размер вашей, скажем так, личной GRE для этой программы. Вот здесь лежит все, что нужно для запуска этой программы. Смотрите. Вот они, да. Здесь у нас есть BIM, где лежит необходимый код, в том числе виртуальные машины, все необходимые DLL. Ну, это здесь лежат какие-то инклюды. Ну, мы же с вами здесь под Windows. Не знаю насчет переносимости. Это надо разбираться. Здесь лежат какие-то конфигурации. В папочке LIP в разделе. Вот он, модулист. Вот он, 22 мегабайта, видите, да? Это самый большой файл во всем, то, что здесь есть. Но именно в нем, внутри этого модулист лежит ваш модуль и все, от которых вы зависите. И вот эту программу, вот эту программу, ее вы можете поставлять в Base, каталог и пользоваться. Возникает вопрос, а можно ли это как-то запустить? Наверное, можно. Должно быть, можно. Давайте попробуем запустить вот этот код. Итак. Из командной строки. Я не буду переходить. Значит, мы находимся в Java Mode 1, а наша программа app.base.bin.java. Это наша виртуальная машина. Минус M. Это модули. abc.mod. Кстати, во многих статьях, точка не нужна, во многих статьях package называют точно так же модуль. Мне не нравится это, поэтому я его назвал тест. Хоть как-то отличается. А то будет abc, мод, abc, мод. Так, и что у меня там? Utils. Utils. Ну, вроде все. Hello работает. Ну, вот, пожалуйста, сразу несколько проблем были решены. Давайте смотреть на слайд. ClassPass нам не нужен, документация своя вложена, и часть проекта, а не отдельный файл, который надо потом все время редактировать. Мы получили возможность создать свои собственные маленькие уменьшенные JRE. А это может оказаться очень полезным. Последний момент, как раз у нас есть 10 минут, приватная API. Кто-то захотел, а мы же ничего не сделаем. Мы написали замечательную, мощную функцию. Естественно, паблик. Для коллег старались. Статик не будем создавать объекты. Итак, статик. Естественно, она возвращает что-то очень простое. И называется сумма. И почему-то она складывает два целых числа. Просто никто раньше этого не делал. И мы это, наконец, пробел ликвидировали. Итак, ее бизнес-логика. return A плюс B. Да, это не простое A плюс B с вывертом. Но все, не буду компилировать. Не буду компилировать. Делаю еще один проект. Даже обычный. Просто Java. Итак, здесь main сгенерировано. Собственно, я для этого и делаю простую программу, чтобы никаких проблем у меня не было. Во-первых, как обычно, проверяю, что это все работает. Так, это у нас будет app2.f6. app2 работает. Я говорю, о, там мой коллега написал такой класс, такая математика. Срочно нужно ей начинать пользоваться. Я пишу. Так, значит, у меня package test. Ну, скажешь, ну, как она будет пользоваться неподключенно? Ну, давайте вначале наберем полное имя. Package называется test. Соответственно, что там еще мне нужно написать умного? Имя класса. Утил. Не знаю. Утилс. Метод статический. Сумма. Ну, пусть сложат. Три, я не знаю, пять. Тест по черту красный. Package. Package такого нет. Это понятно. Нет, это-то понятно, потому что в библиотеках у меня, кроме gdk10 ничего не подключено. И нужно вот было бы подключить, сказать, что я хочу другую еще одну библиотеку. Значит, как это можно сделать? На libraries. На libraries я начинаю. Если бы я был в проекте модули, да, я мог там написать requires. Помните, как я вот сделал здесь вот в предыдущем. Должен был написать requires. Но так как у меня, допустим, здесь нету такого файлика модули. Кстати, его можно добавить. Можно нажать здесь new. И здесь вы можете найти на обычном приложении other, java.fx, java.modeling.info. Можно его добавить в любой проект. Не проблема. Cancel. Я не буду добавлять. Я просто хочу работать с этой библиотекой. А может, я не прав? Ну, попробую. Пока не буду добавлять. А пока не хочу. Итак, library. Add jar. Add jar. Ну, давайте начнем в properties. Вот здесь есть специальный раздел. Можно добавлять просто архивы. Можно модули добавлять. Видите, не разрешает добавлять. Вот. Вот она. Уже получается здесь система сделана жестко. Хочешь ссылаться на какие-то модули, задокументируй. Вот я пытался это сделать без файла модуля. Информу не разрешают. В интерфейсе ничего добавлять. Здесь должен был плюсик появиться. А может, там есть? А, стоп. Чуть не разрешает. У меня маленький размер экрана. Итак, здесь я нажимаю плюсик. Jar. Пока вроде бы все разрешает. Идем до упора. Документы. Мой проект. NetBeans Project. Он находится. Java Mode. Он находится. Вот. Jar. И открывайся. Выбрал Open. Она его подключила. Видите, все, он здесь есть. Окей, нажимаю. Раз. Что-то сделало. Кстати, видите, что она сделала? Что она сделала? Пока я не вижу. Я не туда добавлял, по-моему. Я не туда добавлял. Нет, туда. Мне такое ощущение, что я сбился. Я вообще нигде не вижу. Мне такое ощущение, что я на нижнюю библиотеку... Я добавлял... Я добавлял... Вот сюда добавил. Ну да. Зачем я сам себе подключил? Это какой-то бред. Так. Это какой-то бред. Вот же мой проект. Соответственно, здесь Properties. Еще раз. Вот туда добавил. Вот он. Pass. Так, здесь уже сейчас все будет быстро, потому что все пути выбраны. Другое дело. О, с указанием пути и так далее. Нажал. Добавил. Так, все. Теперь здесь, по идее, у меня должно быть подключен этот модуль. Подключен. Почему она не хочет им допользоваться? Package Not Visible. Видите? То есть, я подключил его физически к проекту, чтобы компилятор мог найти, проверить типизацию, всю имена все проверить. Но она мне все равно не дает с ним работать. Почему? Потому что, наверное, я вот это же не сделаю. Я же не сказал, что я от него завишу, что он мне нужен. Поэтому, хочу я или нет, мне придется сюда добавить new, найти модуль инфо. Ну, он называется модуль инфо, не редактируется, слава богу. Итак, вот он появился. Видите? Нет, цифры нельзя описать. Нет, они неправильные. Для модуля Java, точка, ну, в общем, здесь надо нормально написать имя модуля, цифры было предупреждение. А вот обратите внимание, то, что мы уже прописали модуль в настройку проекта, она сама сюда автоматически увидит, что, ну, наконец-то появилось место, где можно сказать Request. Отлично. Это уже хорошо. И, соответственно, теперь мне остается только посмотреть сюда. Видите, да? Она должна быть уже лучше. Она должна быть уже лучше. Смотрим. Ну, что мне говорят? Что мне говорят? Они говорят, а ты знаешь, дружок, ты, конечно, молодец, все подключил, сделал все корректно, но этот паблик класс никто не экспортирует. Он не для внешнего использования. Он вот кто-то там для себя сделал и внутри своего модуля им пользуется, а тебе он недоступен. Вот так вот получается. И я могу это закомментировать. Сейчас просто проверить, что я еще ничего не сломал, что программа пишет на ВП2. Да, она пишет, но вызвать я ничего не могу. Почему я не могу? Я не могу вызвать до тех пор, пока вот здесь вот автор не экспортирует и не скажет, а я разрешаю пользоваться из своего модуля abc.mod packaging.test всем желающим. Вы же понимаете, да? Вы внутри модуля можете создавать десятки пэккеджей и только один экспортирует, только один экспортирует. Ну, у меня он был всего один, но я его наконец-то экспортировал. Давайте здесь мы сделаем ревел, потому что метаданные должны измениться проекта. Возвращаемся обратно вот сюда и как по... Вот, кстати, здесь пропало подчеркнение, а и здесь пропало подчеркнение. Итак, собственно говоря, мы теперь имеем право сослаться и пользоваться F6. Ну вот, неплохо. Уже работает что-то. Что там? Вот здесь. Лай. Давайте обидеть сделаем. Может быть, что-то там не собралось до конца. Собралось теперь до конца. Вот в нижнем разделе вы видите девятку. Ну, наше нестандартное сложение. Наше нестандартное сложение. А вот последний шаг, который мы можем сделать. Последний шаг, который мы можем сделать по поводу приватного IP. Вы скажете, ну, это достаточно открыто получается. Я беру целый пэккедж, и его кому? Мы его разрешаем. Нет. Здесь не только можно разрешить целый пэккедж. Здесь можно добавить слово tool. и сказать, что я разрешаю этим пользоваться только тому, у кого модуль называется вот так. Ну, допустим, сделаю без одной буквы. Вот так. Я говорю, только Java application может пользоваться вот этим пэккеджем тест. Только он, только ему, мой коллега, допустим, да. Ну, здесь, как вы видели, уже надо делать rebill, потому что иначе у нас не срастается. Идем сюда в эту программу. А здесь даже ничего и не нужно. Rebill, видите, с вами видите. Здесь уже все и так по черту до красной. Вот, пожалуйста. И вроде бы public, и вроде бы экспорт есть. И я сослался, но пользоваться не могу. До тех пор, пока здесь коллега не сделает исправление, потому что он по какой-то случайности плохо скопировал мои данные. Он поправился. А что тут такое напишет? Надо говорить, ну нет такого Java application. Ну, может и нету. А может и есть. Сейчас мы проверим. Должен же быть. Что-то пока не работает. Canceled. Еще раз. Да нет, вроде компилируется. И работает. И работает. Это программа работы. Мы можем сделать две пятерки, чтобы убедиться, что новая версия работает. Вот, пожалуйста. Вот оно, приватное пик. Что мы получили с вами? Пожалуйста, видите. Управляем размером. Внутри самой библиотеки все связи были четко выстроены. Теперь мы точно знаем в библиотеке, какой модуль это задокументировано. Мы можем всегда это посмотреть. Мы обязаны, если нам это нужно, да, мы пишем модульную программу, ссылаться на какие-то другие модули. Есть приватный API. Мы можем сделать свой класс, package с открытым классом, с открытыми методами и сделать его доступным. Или не сделать его доступным. Вот эти все возможности достаточно могут быть полезными. Проект разный. Поэтому смотрите, где-то точно должно это пригодиться. По крайней мере, документация внутри самого JAR-архива о том, что нам, какие у нас зависимости, это уже само по себе очень и очень интересная возможность. Так, что мне остается только сказать о завершении. Модули, конечно, это интересно, это полезно. Но те, кто захочет изучать Java, надо начинать не с модулей. Естественно, да, надо начинать с курса по программированию Java. Первый, второй уровень, третий уровень. Модули где-то на первом уровне как раз немножко. Конечно, на модуле разбираться в курсе намного короче, чем я рассказывал. Ну и, собственно говоря, если будут какие-то вопросы, вы можете звонить, писать, можете посмотреть на нашем сайте курсы. Ну вот я точно знаю, что 24 сентября как раз у меня начинаются курсы по Java. Так что, кому интересно, милости просим. Так, хорошо. Давайте попробуем чуть-чуть разобраться с тем, что там было написано. О, вопросы были очень... Что-то со звуком там какие-то были проблемы. И с ADE. Я всегда пользуюсь ADE NetBeans. Мне почему-то NetBeans вполне устраивает. Вот то, что я сейчас сделал Apache NetBeans, меня это вполне устраивает. И у нас преподаватель совершенно по-разному. И каждый пользуется той ADE, которая ему нравится. Но это может быть любая из трех. И IntelliJ, и бывает, что Eclipse, я предпочитаю NetBeans. Но качается, устанавливается 7 секунд. Вполне мне это легковесная программа. Вполне для того, чтобы изучать Java или какие-то там, допустим, да, та же самая Swing. Кстати, для Apache NetBeans много плагинов. Если посмотрите, установите ее, то там вы увидите, что есть плагины, которые позволяют работать и со Swing, и с JavaFX и так далее. То есть она вполне, с точки зрения вот такого... Изучение, чтобы разобраться, посмотреть по полюсу разным технологиям, она вполне, вполне комфортная. И я не думаю, что для обучения какие-то более тяжеловесные среды подойдут. Ну а уже, если вы будете пользоваться, вы же понимаете, да, в работе будете пользоваться какой-то, наверное, IDE. Но это, наверное, все-таки будет та, которая определена, ну я не знаю, там, командой, заказчиком, там, еще какими-то другими моментами. Так. Если вопросов нету, то тогда на этом мы завершаем. Всем, кто подключился, спасибо. Ибо вам всем успехов, лучших пожеланий. И вам, да, спасибо. Так. Продолжение следует... Все, отключаюсь. Всем спасибо.